Задача проявить свои таланты, продемонстрировать знания и умения. В стенах Центра помощи детям «Надежда» состояла семейная квест-игра «Мы – одна семья». Ребята решали детективные задачи, на время выполняли подделки и пытались разобраться с показаниями приборов учета воды. За правильностью прохождения этапов наблюдали эксперты. О том, какая команда стала лучше, расскажем в следующем сюжете. Наш девиз – в нашей семье каждый вожак, любим друг друга иначе никак. Участниками большого семейного квеста в стенах Центра помощи детям «Надежда» стали дети-сиблинги. Это родные братья и сёстры, которые воспитываются в учреждении. Восемь семей составили шесть команд и перед началом состязания представили членам жюри свои презентации. Видеоролики, стихотворения и песни, народные танцы – каждый из этих ребят по-своему талантлив и интересен. В семейные старты, уверена, организаторы помогут выявить ещё и самых быстрых и умелых. Мероприятие традиционное и вообще работа эта традиционная. У нас учреждение семейного типа. И, конечно, самое важное, чему мы посвящаем своё внимание в своей работе – это развитие семейных отношений, укрепление их, развитие укрепления родственных связей. Каждый из участников получил маршрутный лист. Ребятам предстояло пройти несколько площадок на каждой свои задания. Здесь, к примеру, нужно ответить на вопросы из области семейного права. А здесь определить, кто из знаменитых людей приходится друг другу родственникам. И в идеале назвать фамилии звёзд. Вот это ты, это братья Запашина. На этой площадке вопросы посложнее. Это детективное агентство, где к каждой команде нужно разобраться в запутанной истории. Рассказываю рассказ, внимательно слушаем, а потом будем смотреть картинку. Договорились? Давайте. Ребятам дана фабула преступления. Необходимо понять, кто в этом повествовании что-то недоговаривает. Он не поверил ему. Он не поверил. А он опять не поверил. А у него теньки украли. Он, наверное, показал их. И он поверил. Солнышко, хорошая версия. Но я считаю, что это чистая победа. Не менее сложное задание для многих – разобраться с показаниями счётчиков. Специалисты-эксперты поставили перед ребятами конкретную задачу – рассчитать расход потребления воды за месяц. Вот это выставлено у нас показания прошлого месяца. У нас вот здесь вот на водомере есть новые показания. Чтобы нам узнать расход, нам нужно показания, которые мы сняли сейчас, отминусовать показания, что были в январе. Также среди этапов были творческие – на время выполнить аппликацию, составить своё семейное дерево. Каждый конкурс – это возможность узнать что-то новое. В своих силах на семейном квесте ребята были уверены – победить стремились все без исключения. Я считаю, что такие мероприятия очень важны. И надеюсь, что наша семья сегодня победит. Мы самая крутая семья, поэтому у нас всё получится. И мы займём первое место. Наша команда сильная и смелая. Я думаю, что они точно выиграют. По итогам соревнований организаторы определили победителей в различных номинациях. Проигравших на семейном фестивале не было. Все участники без исключения стали обладателями новых знаний, умений и ценного жизненного опыта, который очень поможет в будущем. Евгения Солхудинова, Олег Карпенко, Телекомпания, ТВН.